А ведь только русский человек может прочувствовать всю суть русского думерского постпанка. Понять атмосферу холодной, темной, сырой и снежной зимы. Когда ты идешь по улице, где светит всего лишь три фонаря из 25. По обе стороны от тебя старые панельки, в которых горит свет, великают силуэты людей. Кто-то в какой-то из этих квартир радуется хромому щенку, которого он подобрал на улице. Кто-то проводит вечер с любимым человеком, не думая ни о чем, кроме их двоих. Кто-то не видел несколько дней солнечного света и не дышал свежим воздухом и чертит очередную дорогу на старом столе. Кто-то лежит в теплой ванне, где вода смешалась с кровью, а рядом лежит пачка таблеток. Может быть, кто-то уже висит в петле на кухне из-за того, что попала безысходность. Но ты все так же идешь по улице и не понимаешь, что происходит в этих панельках. Тебе 10 лет. Ты знаешь, что дома тебя ждет мама и папа. Они тебя любят. Тебя ждет горячий ужин. Мамина ласка. Папина помощь твоим конструктором, который тебе подарила крестная мать. А в этот момент твой друг из соседнего подъезда подоргается домашнему насилию. Но ты этого никогда не узнаешь, потому что он боится это рассказать. Ты все так же идешь по улице с тренировки. Ноги мокрые из-за растаявшего снега. Ты находишь в кармане 10 мятых мокрых рублей и пару монет. Ходишь к ларику и покупаешь самую дешевую шоколадку, потому что ты ее ел чаще всего. И ты считаешь, что она самая вкусная. Наступает утро. Ты просыпаешься от поглаживания мамы. И она нежно целует тебя в лоб и смотрит в глаза. Ты позавтракал. И во время игры в какой-то конструктор думаешь, что вся жизнь будет легкой, долгой и беззаботной. Но вот моргаешь и тебе уже 15 лет. Ты уже два года держишь напряженный контакт с мамой и почти с ней не общаешься. Свои 15 уже был в полугодичном запое. Два раза пытался вскрыть вены. Но здравый смысл брал вверх. Тебя предавали самые близкие друзья. Да и сам ты не раз предавал в принципе. У тебя уберла любимая кошка, которая всю жизнь была с тобой. Ты не видишь смысла жизни. Ты уже год в депрессии, но не показываешь этого. Все считают тебя душой компании и самым жизнерадостным из нее. Но только один человек знает, что ты испытываешь по приходу домой, когда ты не спишь по ночам, а очень тихо слушаешь музыку с кнопочного телефона и плачешь из-за неразделенной любви к девушке, которая тебя даже не замечает. Внутро ты снова входишь на улицу и все так же берешь бутылку пива и пачку сигарет. Надеюсь, что это тебе поможет. И ты так живешь целых полгода. Скоро ты налаживаешь общение с родителями. Постепенно уменьшаешь объемы выпиваемого алкоголя, заменяя его более крепким. Опять наступает зима. Ты уже и не помнишь, что такое игра в снежки или прыжки в сугроб с гаража. Ты опять не помнишь то время, когда был трезвым хотя бы три дня. Ты уже дошел клеем, лаком и прочей гадостью. Родители считают тебя токсикоманом, но ты их убеждаешь в обратном. Ты куришь траву, думая, что она даст тебе именно то состояние, которое ты хочешь, и ты наконец его получаешь. Но спустя три часа тебе все так же хуёво. Очередной раз влюбляешься, но эта девушка не замечает того, что у тебя к ней чувства, а только лишь смеется над этим. Ты все так же по ночам плачешь и стараешься скрывать то, что почти каждое утро у тебя красные глаза. Ты месяц не пьешь, но срываешься и снова пытаешься найти себя в алкоголе. Все тщетно. Тебя родители в очередной раз составляют одного на неделю, и ты уходишь в самый жестокий марафон в своей жизни. Ты куришь траву, пьешь абсолютно все, что горит, и так не можешь себя найти. Вдруг ты осознаешь, что тебе всего лишь 16 лет, а дальше только лишь безысходность и неизвестность.